Я предыдущий влог закончил тем, что рассказывал про зубную щетку, а сейчас мы с Катюней поедем в онлайн трейд наш любимый и пойдем я тебе еще хочу показать вам, пойдем, 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 пойдем. Я его прям выпить готов, какой он вкусный, я раньше только ему пользовалась. Именно вот этот Miracle Oil, он какой-то такой насыщенный, я прям открыл, думаю, бляха, как будто в Таиланд попал, очень крутой, и заодно рекомендую, вдруг кому-то интересно, чем писю мыть, вот, Пушка, второй раз мы с тобой покупаем, еще одна у нас, да, где-то там валяется, или нет? Очень интересно, не знаю, есть у нас второе или нет. Нет, а почему, почему нет, все люди, блин, пользуются всякими средствами, это вообще лучшее, что я пробовал, чтобы это, помыть, так сказать, дружочка, пирожочка своего. Господи, ну так только мне можно говорить, но не для аудитории. Так, 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 какие, дорогие, вот эти, которые я все не могу ушатать. Сегодня образ, образ мне Андрей сегодня, да, подобрал, ну как образ? То, что мы на Пхукете покупали, все эти спортивки для йоги, для спорта. Ну, так красиво. Я носочки подобрала в цвет, вообще, fashion is my profession. Ну, да, уля-ляшная, соска нереалка такая. Ну, все, пойдем. Так, кофеок у нас готов? Готов, да, я сделала. Сегодня тебе тоже сахар бахнуло прям от души. Вот, честное слово, вот, ребята, вот, ну, подожди, вопрос интересный. Ну, иди сюда, ну, хватит, ну, правда, обсудим. Вот, Катя, у меня, ну, практически не красится. У тебя красивая и милая личика. И когда ты делаешь вот это наращивание ресниц, ну, не очень. Мне вот так гораздо больше нравится. Я это делала в последний раз в начале наших отношений, потом перестала, потому что тебе это не нравится. И ты молодец, я тебе благодарен за это. Вот даже интересно спросить у мужской части аудитории. Нравится им вот это все, накладные ресницы, вот эти бубнюхи там и прочие штуки. Я уверен, что большинство скажет мне. Бубнюхи я тоже раньше хотела немножечко увидеть. Ты так красивая у меня, очень красивая. Не нужно тебе все это. Спасибо. Что ты жмешься? Ты же знаешь, что ты красивая. Угу. Ну, ты-то близко снимаешь, я немножко... Ну, тут широкий угол. Там котопес. Что это значит? Там кот и пес. Кот настоящий. О, фига себе. Да. Красавчик. Ну, ты такой носик глянь, видишь? Он прям ярко-рыжий, а водка черная. Ага. Глаза зелена. А вот мамкины цветочки. Вот. Все растет и пахнет. Мотор. Мотор. А еще я сегодня записался на сервис Вольво. Во вторник поеду на ТО. В итоге по деньгам получилось 20 с чем-то тысяч. Это материалы и 7 с копейками работа. Так что около 30 тысяч. И при этом мне еще колодки, скорее всего, придется менять. Ну, 20 стоит. Я об этом говорил в предыдущем влоге. Может быть, какие-то аналоги возьму. Ну, хотя оригинальные вроде как получше. Именно на большее количество километража. Вот так буду думать. Блин, дохерища денег. Но, с другой стороны, понимаешь, я не могу сюда не вкладывать. Тачка, если плохо себя будет вести, тут вообще в ремонт был уж просто капец сколько. Поэтому все стараюсь четко поделать. И тебе масло каждую десятку менять. Ну, ты согласна, Фунти? Ага. Зато потом буду спокойно ехать в какое-то количество километров. Ну, не надо. Практически в каждом влоге про Додор рассказываю. Наступного Питсула открыли. Нет, они мне не платят. Я на зарплате. Да, я потратил 15 413 рублей. Четко. Ну, потом разберем, посмотрим. Так, и что я еще взял? Смотри. Сенсорный диспенсер для мыла. Очень удобно. Потому что здесь блок легко снимается. И не надо вот как с селами отдельно там отверткой ковыряться. Один нам в ванну поставили. И один мамке. И сейчас акция у Китфорда. Они подарили фен. Ну, наверняка это полное говно. Но все равно бесплатно. Можно в автопутешествие брать. Почему нет? Ну, да. Такой маленький. Смотри, коробка блин меньше, чем от диспенсера. Ну, вот такусенький, походу. Такой. Покенмарды. Вот так вот ставить. Все. В принципе, все показал. Все для дома, для семьи, для быта. Правильно? Вот видели лицо сейчас, Катюшина сидит, улыбается. Надо мной, да? Придурочный? Да, снимай, солнышко. Завтра уже будет говнястая погода. Ну, какая-то красивая у меня. Спасибо. Пожалуйста. Закатец такой клевый. Лесок. Красота, благодать. Во-первых, я доволен то, что припарковался. У дома место было за Катькой. Сейчас так ругалась, когда я близко подъезжал. Ничего не ругалась, я глаза вытаращила просто, прям вплотную. И будет сейчас распаковка фена за сколько рублей? Не знаю, насколько. Бесплатный. Бесплатный, но сколько-то он стоит. Ну, потом посмотри. Да, мне тоже кажется. Прям бешмашки. Мне кажется, я первый раз его включу, и оттуда дымок пойдет. Искры дымок. Ну, реально маленький такой. Сейчас, я пошуршую немножко. Выглядишь опасно. Такая кнопочка. О, это тебе вместо Дайсона. На самом деле, Дайсон, это же не самый прям, типа, крутой фен. Только Дайсон и все. Мне очень нравится Xiaomi, который у мамы. Он 3000 всего стоит. 3000 всего стоит, но фен обалденный. Очень качественный, очень хороший. Очень классно сушит, не воняет и не сильно шумный. Точнее, вообще не шумный, по сравнению с другими. Да. Офигенный. Вот, поэтому я смеюсь над этим не потому, что, типа, он дешевый, у меня Дайсон сидела. Нет, я смеюсь, потому что он реально хлипенький. За 3000 можно взять обалденный фен Xiaomi. 19 июля. И самая обсуждаемая новость, это то, что по всему миру полетела винда. От очень прикольной компании CrowdStrike, которая выкатила некачественное обновление ПО. И куча, куча компов по всему миру просто вдарились в синий экран смерти. Не работают аэропорты нормальным образом, медицинское оборудование, банки. У меня даже тенёк лёг. Неожиданно, акции этой компании уже улетели на минус 20% на рынке. И картинка сегодняшнего дня вот такая, многим знакомая. А кто не в курсе, это БСОТ, синий экран смерти. Невозможно пользоваться компьютером. И надо предпринимать какие-то действия. Мне даже интересно, сколько времени пройдёт, пока восстановят всю эту историю. Вот это уже удивляет. А то все надоели своими Rolls-Royce. О, свадьба, Волга, красота. Ну и кому интересно, справочно. На Шкоде мы уже накатали 115 тысяч кмэ. Ну скучно в пробке, чё ещё показывать, блин. Станцуй что ли, я не знаю. Давай. Тынц, 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 тынц. Я тебе предлагаю немножко качаться на качельках, которые вон там находятся. Потом я тебе отзвонюсь, и ты быстренько перебежишь и прыгнешь в тачку. Норм-план. Ну актёр, ну актёр. Ну актёр ещё, да? Я просто две минуты назад тоже самое сказала. Смотрю, что ты пока постой в пробочке, я покачаюсь на качельку. Ну я спиздал твою идею, да. Слушай, а вот так вот ради интереса ты бы могла постоянно работать фотографом? Случайно тебя вот так вот затянуло и всё. Хрен узнает. Я пошла туда работать, просто подзаработать чуть-чуть. Быстрые деньги, лёгкие быстрые деньги. Ну они, я бы не сказал, что лёгкие. Ну не лёгкие, да. Но вроде затягивает. Как бы не слилась с первой же съёмки. Продолжаю, пока нравится. Ну я просто вижу, у тебя интерес такой прям азартный. Как это всё получится потом в обработке. Ты прям бежишь к компу. У тебя такого не было даже со съёмкой видео. У тебя файлы лежат, блядь, порой по полгода. А тут как бы деньги платят и нет вариантов. Да, понимаешь, тут такая фигня. Я снимала уже подписчицу, сколько, почти два года назад, наверное. Ну полтора, полтора года прошло. Восквасите то, что ли? Восквасите. Я на видео её снимала. Так это было бесплатно. Я ей сказала, просто так, я тебя поснимаю за бесплатно. Ну я не отредактировала. Они у меня до сих пор лежат, занимают очень-очень много памяти, между прочим. До херища, я бы сказал. До херища. А я не могу к ним притронуться. Ну мне как-то, ну не знаю, не хочу. Мне лень. А тут фотографии это другое. Фотографии мне как-то больше нравятся. Именно других людей фоткать и обрабатывать. А на видео снимать других людей, часами как-то это всё монтировать, ну... Не то. Не то. Я хочу себя снимать на видео и монтировать. Мы сейчас с Андреем обсуждали, буквально полчасика назад, то, что если мы опять рванём куда-нибудь отдыхать, там на месяц, на два, три, неважно, куда-нибудь за границу, я могу с собой взять камеру, могу взять с собой ноут с этим лайтрумом, в котором я работаю. И просто объявление уже выкладывать, что я не в Москве, а, допустим, на Пококе я эти фотографирую. И там же много туристов. Да, наших соотечественных там дофигища. Да, я могу идти уже. И пользуются спросом. Могу фотографировать вообще из любой точки мира, куда бы мы не рванули, там, на продолжительный период. Да, это тоже. Типа, если мы летим отдохнуть на неделю, ну, нафиг, я не буду работать. А если на долгий срок какой-то, то почему бы и нет? У меня, получается, вот у тебя удалённая работа, и у меня, как бы, ну, практически удалённая. То есть, понятно, я с людьми контактирую, там, мне нужно вживую видеться, фотографировать, но я могу это делать не обязательно в Москве, я могу это делать где угодно. Это правда. Поэтому это классно. Мне нравится. А мне нравится то, что ты занята сейчас. Ты не тратишь свою энергию на какие-то бесполезные вещи. Ну, я имею в виду, там, в Ютубе зависать. Это, конечно, прикольно, но надоедает через какое-то время. А тут у тебя есть какой-то свой азарт. Съездить, отфоткать, там, всё равно какое-то творчество проявляешь. Ты же не механически подходишь к делу. Там ракурс, ям ракурс, там приехала, всё это дело обработала. Тебе заказчики потом обратную связь пишут, отзывы, да, на вид оставляют. Это же здорово. Да, мне многие, кстати, говорили то, что, типа, ты вот сидишь дома, там, занимаешься только своей жизнью, не работаешь. Короче, предоставленная сама себе, и это, типа, жизнь мечты. Честно скажу, это хреново, реально. Это классно. Вот я когда уволилась из Сочи, когда мы с тобой познакомились, я уволилась. Первые месяца два-три я прям кайфовала. Прям так круто было, что я свободна, мне не нужно вставать рано на эту дурацкую работу. А потом всё. Потом мне это так сильно надоело, что мне казалось, я просто жизнь свою прожигаю. То есть вообще как-то не знаю. День за днём уходит, ничего не меняется, никакого прогресса. И очень много ты энергии на меня тратила. Меня это иногда раздражало, честно, ребят. Я считаю, что женщина должна быть занята. Не обязательно должна работать, а именно занята. В прямом смысле этого слова. Творчество, какое-то хобби себе нашла. Я не знаю, любую отдушину. Вот, и тогда это залог хороших, крепких отношений. Причём у меня как бы есть там какие-то подружки, ну, в Москве. Но почему-то редко я с ними виделась. То есть можно было это делать гораздо чаще, занимать своё время. Но я постоянно... Отговорки находилась. Не то, что отговорки, я тебя пыталась вытянуть. Я, допустим, хочу в басик сходить, я тяну тебя, а не подругу. Я хочу в парке погулять, я хочу тебя вытянуть, а не подругу. А сейчас, так как у меня появилась работа, я уже не так сильно к Андрею прилипаю. Потому что у меня очень много дел. Я занятая женщина. Да, надо только с графиком что-то придумать. Потому что вот эти, знаешь, засыпания в 3-4 часа ночи, потому что очень много надо обрабатывать. Тоже не делай. Так энергия у тебя будет уходить достаточно быстро. Ну, то есть в долгосрочной перспективе это прям для здоровья очень-очень негативно повлияет. Тут просто такая ситуация. Мне вот заказчик с ремнями сказал то, что вот прям срочно надо. Вот прям вот вчера надо. Поэтому я сидела днем и ночью, не вылезая из этого бокса, из-за компа. Да, я очень много времени на это тратила. И до сих пор трачу. А так в дальнейшем, конечно, я буду всем говорить то, что есть какой-то определенный срок. Допустим, от 2 до 7 дней. И то, что я не должна прям в этот же день после съемки сразу все обработать и вам отдать. То есть у меня свои дела тоже есть. Ну, у тебя еще, понимаешь, в первое время такой синдром отличника ярко выраженный. Потому что хочется раньше, побыстрее, чтобы заказчика порадовать. Получать обратную связь хорошую. Вау, круто, как ты быстро. А потом ты не сможешь, конечно, придерживаться такого плана. Да, первая моя съемка вообще была вот самой первой именно за деньги. Это я снимала молодоженов, росписи и прогулку молодоженов. Я взяла за 2 часа 4 тысячи рублей. И при этом на следующий день я отдала им все фотографии. Их там было, блин, сколько? 700? Это капец как много. Я обалделась. Я обрабатывала. Не просто так цветокорно все кинула и все, один и тот же. Я каждой фотке подбирала свой цветокор, немножко все регулировала. Я убирала все прыщи. Я убирала какие-то синячки, пылинки. Я все убирала. Там у невесты платье было помято во многих местах. Я разглаживала это платье. То есть настолько детально подошла к обработке, что это явно не 4 тысячи стоит, ребята. Это была моя первая съемка для портфолио. И, конечно же, заказчица оказалась очень довольна, что урвала такой куш за 4 тысячи. Это, конечно, чудо. И еще по поводу твоих фоток ремней надо потом, когда домой приедем, показать, как ты вообще сидела у бокса. Я потом еще покажу, как я фотографировала эти ремни, потому что у меня на коленках сегодня-завтра появятся огромные синяки, ты потом увидишь. Мне приходилось на коленках стоять, чтобы сверху фотографировать, и очень болеют колени и поясницы. Но я вообще не собиралась предметной съемкой заниматься. Просто мне написал человек, сказал, что нужно пофотографировать модели с кепками. И потом сказал, было бы здорово, если бы ты еще предметную съемку этих кепок сделала. А я даже не знаю, предметная это как, это где, это в чем вообще. Это нужно какие-то там капельки, дымок и все вот это на фоне, антураж какой-то. Я очень-очень быстро нашла в интернете, как производится обычная предметная съемка. Я нашла бокс, в котором это все делается. Я заказала этот бокс, он 7 тысяч, по-моему, стоил. Мне на следующий день пришел этот бокс, и я все отфоткала. Заказчики супер довольны, будто бы я уже много лет этим занимаюсь, хотя это был вообще первый мой опыт. Я хотел про бокс прикол рассказать. Короче, как мама такая мне. Андрюх, а вот Катя купила вот этот кубик вот этот черный там и внутри белый. А он вам нужен? Я говорю, а что? А я бы туда цветы и ставила. И там так все удобно, ну, потому что там эти речки, то, что свет вот этот нужно поставить. Она, наверное, сейчас посмотрит и тоже хохотать будет в моменте. Нет, это, кстати, реально удобно для цветов, потому что сверху и подсветка это включается. Как бы им там будет комфортно. Может там что, загорелось? Мы просто этого не видели. Там же одна машина, которая посередине была, она вся была помята. И спереди, и сзади. Может быть, загорелось что-то. Надеюсь, нет. Да, пожарка стоит. Сейчас покажем. Тут попроще будет. Это ты, типа, так хочешь проехать? Интересный, конечно, перец. 134-й регион. Так, ну и что тут? Ага. Не, ну мощно, конечно. И вот пожарный. Ага. Непонятно. Все. Непонятно. Все, теперь можно спокойно до дома ехать. Ага. И сейчас мы разыграем ролевуху, как Катя снимала эти ремни. Вот сам софтбокс. У меня камера с ума сходит от такого яркого света. Ну, хочешь я поменьше сделаю? Поменьше, да. Чуть-чуть поменьше. Так. Так нормально? Короче, здесь у меня стоит айпадик, на котором у меня были примеры моих же фотографий, которые одобрил заказчик. То есть мы выбрали там 14 референсов, и я вот так вот листала, и каждый ремень по этим референсам снимала. Я была не в штанах, я была в шортах. Это моя тухость. Надо было быть в штанах, мне было бы чуть-чуть помягче стоять на коленях, а я была с голыми коленками. Вот. Короче, какие-то позировки у меня были вот отсюда, я вот так вот фотографировала, и это более-менее удобно. На подушечке жопкой нормально, но очень много было позировок, которые нужно фотографировать сверху. Так как у меня вот сюда вместе со вспышкой не пролазит камера, это как бы не работает штука. Было бы окошко чуть побольше, нормально. Мне приходилось залезать вот сюда внутрь, вот допустим, фотографирую, залезать вот сюда внутрь. Плюс вот эти все штучки, катышки, их постоянно нужно вот так вот смахивать. Это все от ремней. Я залезала внутрь, и вот так на коленках, ну, без волос, волосы были собраны, вот так вот постоянно фотографировала. Вот, вот так сверху. Ну, такое себе. Да. Вот отсюда как раз видно. Привет, Катень. Привет. И колени просто жесть. Ну, когда несколько часов вот так вот подряд, да? Что такое? У меня там прыщик внутренний подкожный, я прям ногтем в него. Больно. Да. Я думаю, завтра будет видно, что у меня... А, я вижу уже. Вот это. Да, и тут будут синяки завтра, потому что коленка прям болит. В этот дождливый понедельник я решил доехать до чувака, который починит мои мышки. Смотрите, у меня есть два экземпляра. Первый это Razer 8K, очень нравится, легенькая, точная, но плохо работает скролл. То есть, например, я делаю вот так, а страница может полететь наверх. И вторая мышка тоже от компании Razer, это Viper Ultimate, она отлично работает, все хорошо, но я решил просто пойти на опережение и заменить скролл, потому что у нее тоже это слабое место. Поеду сейчас на Ярославку, все сделаю и по результатам вам все расскажу. Вопрос решен, за ремонт обеих мышей я отдал 1600 рублей, теперь у меня стоят новые энкодеры, скролл идеально крутится, убрал люфт мне мастер, достаточно молодой парень, так что я доволен. Все хорошо. Говорит, что они еще долго прослужат мне, и в целом проще отремонтировать, заплатить небольшие деньги, чем покупать новую мышь. Так, борщ, борщ вам с комплиментом. А как это, понимаете? А там 50 грамм водки? А, нет, я не пью вообще. Здравствуйте, ребята, смотрите, какой у нас классный домик. Сейчас вам все расскажем, покажем. Мы приехали в Зеленоград, в сервис Вольвер, справочно. Мне насчитали предварительно 29 тысяч рублей. После того, как мы сдали машину, мы решили, что нам надо где-то поесть, потому что очень сильно голодные. В итоге определились, как обычно, пойти в дудо, идти около 15 минут. Ну да, 15-16. Не важно. Проходим мимо, и тут русский ресторан. Катя такая, о, пошли туда, борщичка там съедим. Я думала, она шутит. Нам выдали целый домик, потому что сейчас не очень много посетителей. И вот так вот в уюте мы сейчас будем есть борщ, чесночные гренки, люля из курицы. Что-то еще. Борщ. А, картофельное пюре. И вот нам принесли напитки. Пойдем покажем территорию, она здесь очень большая. Да, здесь доросто. Я не ожидал. Мы когда зашли, нас встречает молодой человек. Так, вы бронировали? Нет. Вы поесть хотите там на веранде или в домике сесть? А мы как бы и знать-то не знаем вообще, что это за место. Целая веранда. Там, наверное, какие-то выступления иногда, наверное, происходят. Вон там фонтан. Маленький, конечно, но есть. Территория огроменная. А так и не скажешь. Мимо идешь, написано, что русский здесь. Там внутри территория, как взял. Вот. Да, целая Нарния. Так что сейчас практически на природе будем ездить. Тут елочки. Очень много разных домиков. Причем он сделал акцент, что есть свободные домики с кондиционером. Значит, некоторые без кондиционера. Не, ну вот это тоже неплохой домик. Ну да. Ну номер 13? Или это циферка какая-то с поломанной? Нет, 13. Слушай, а ты почувствовал, когда зашел в домик, прям деревом пахнет? Да, ну. Тут видно. Вон елочки. Ну вот, пойдем. Да, а вывеска, на самом деле, с дороги, там же трасса мимо проходит. Вывеска с дороги прям малюсенькая. Типа просто, ну, русский ресторанчик, все. Видишь, надо буквально пройти несколько шагов, и открываются новые проходит. Ну там мужики тоже сидят. Вещи такие, к борщичку. Вам с комплиментом? Я говорю, а что, такой комплимент не вижу? Ну, водочки 50 грамм уже, ну да, точно. Ежов, водочка, ну-ну, нашли кому предложить. Ладно, наш не знает, что у меня не пьющий. Ну, она так и сказала. Могу предложить. Что-то не скрывается, но ладно. Валя, какая красота, какая подача. Два маленьких хлебушка, лук зеленый, чесночок, острый перец, сало, сметана. Приятного аппетита. И тебе. Еще у нас тут допа, чесночные греночки. Тоже хорошо с борщичком зайдет. Ты что, все пакоят хлебушку? Потому что он маленький. Честно, очень вкусно. Очень. И стоит это всего 450 рублей. Кто-то, конечно, меня застрет, скажет, что дорого. Но, блин, с такой подачей и такой вкуснотой, я считаю, что норм. Слушай, здесь сало. Сколько в тюремке, извини, пожалуйста, стоит борщ? Не дешево. Я могу посмотреть. Около 350 рублей. Но ничего не подает. Пластиковые одноразовые тарелочки, меньше порции. Обычный борщ, но не такой вкусный. Здесь две вот таких булочки, которые просто наисвежайшие. Они вот дышат. Они очень-очень классные. Мне нравятся. Вкусные. Тут есть перчик, чеснок. Тут есть лук. Тут есть сало, которое, кстати, офигенное. Без всяких вот этих штук, которые потом приходится доставать. Прям классное. И чок. Сметана. Это очень вкусно. Поделюсь с вами новостями. ТО мне обошлось 26662 рубля. Сделали небольшую скидку. Но при этом я все равно попал на бабки. У меня полностью истратился ресурс и дисков, и колодок. 103200 рублей. При этом до этого с Катюней я шутил во время обеда, что что-то мне не звонят по поводу колодок. Наверное, там какая-то проблема. Ну, так и оказалось. Поэтому придется тратить деньги. И, как сказал мастер, ресурсов мне хватит максимум на неделю. Вот, я в печали. Так не хотел столько бабок тратить на ферню. Но придется. Протираешь мне тут все, порядок наводишь. Умочка. Спасибо тебе. У нас там просто пальчики. Наши. Жирные. Ну, ты понимаешь, да? Что вместо классных приколдесов мы покупаем железки. Люди просто еще не знают, куда мы деньги тратим. Да. И сколько их уходит. Не, ну я говорил, что на лечение, но без деталей. Да. Поэтому сейчас эта покупка, ну... Не вовремя. Да я накеркнуться хотел, но не стал. Хотя бы через пару месяцев. Было бы уже полегче. Ну, я же тоже не могу на машине не ездить. Не, ну понятно, тебе неделя осталась. Тебе надо уже сейчас. На следующий день приехал на замену тормозной системы. Ждать в районе двух часов. Мне все сделали. Сейчас я вам покажу бумажку. Стоит это 103 596 рублей. Надо быть аккуратным на дороге, резко не притормаживать, чтобы все идеально притерлось, чтобы мне потом не пришлось снова тратить огромное количество бабок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова